Является прекрасным деянием, когда человек называет своих детей именами пророков. Он дает им имена пророков и посланников. Но бывает проблема, когда кто-то дает своему сыну имя Мухаммад. Это не проблема, когда он называет Мухаммад. Проблема после того, как он называет Мухаммад, он не называет Мухаммад. Он называет Муха. Муха, Миму. Субхан Аллах, это из-за шейтана, потому что имя Мухаммад, имя Джамиль. И он имя Наби, саламу. И вы называете именем Наби, саламу. Почему он называет Муха, Миму? Понимаете? Да. То есть проблема не в том, чтобы назвать именно таким именем, а проблема в том, что некоторые совершают после этого, начинают коверкать это имя. Например, говорят там Мухаммад, например, говорят Муха, да? Или Миму там и так далее, там начинают менять это имя, да? То есть имя это прекрасное, Мухаммад там, достойный хвалы, да? И так далее. То есть нельзя вот так коверкать имя. Самые любимые имена для Всевышнего Аллаха, это какие имена? Абдуллах и Абдулрахман. Абдуллах и Абдулрахман. Это называется Ибн Абдуллах и Ибн Абдул-Ра-Хмани. Например, кто-то дал первый Адаму сыну Абдуллах, и имя второму Абдул-Ра-Хмани. Какие он назвал? Как он назвал их теперь? Абду. Абду. Да. Да. Ахаббул Асмайли Аллах, Абдуллах, Туаббдуллиллах, Туаббдуллиллах, Туаббдуллиллах. Понимаешь? То есть это сказать Абду, Даду, так. Субхан Аллах. Он говорит, что он не любит это имя. Понимаешь? Например, кто-то дает имя своему сыну Абдулла, а затем не произносит имя Абдулла, то есть, который себе несет великий смысл, то, что он является рабом Всевышнего Аллаха, да, а говорит просто Абду или какие-то другие меняют это имя. То есть, это неправильно. Даже неверующие Мекки, они не назвали пророка Мухаммада таким именем, потому что это имя несет в себе великий смысл. Например, кто-то Мухаммад, это Мухаммад, тот, которого хвалят на небесах и на земле. То есть, здесь необходимо, понимаете, обратить внимание, что эти имена, если они поставили, надо обращаться к людям по тем именам, которым их назвали. Не надо говорить там Муха или Миму и так далее.